Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну наконец-таки, наконец-таки замечательный, наконец-таки все-таки это электротяга Конечно, это не полная электротяга, но это электротяга с подкидкой от двигателя минуты невозгорания Это Toyota Prius Итак, заводим машину Она, говорят, уже завелась Или не завелась, не знаю Ну, в общем, я ее уже закрыл здесь Вот она уже завелась Она уже завелась Вот, и мы проедем сейчас на электромобильчике Так, она поедет? Нет, мы поедем Так, надо вот так поставить Чувствуете? Тишина Чувствуете? Тишина Потому что мы едем на электричестве А теперь я скажу, идиоты вы Господа мои магнитогорцы То есть не вы идиоты Нормальные люди как бы ездят спокойно на электротяге Но не все нормальные люди в Магнитогорске начинают понимать Что рано или поздно, а точнее уже скоро Электричество даст нам возможность ездить на электротяге Вот как эта машина едет Ну, как она едет? Мы едем в абсолютной тишине, понимаете? На электричестве Я смотрю, как все это дело работает Изумительнейшим образом мы работаем И это Toyota Prius Я, честно, хотел бы сейчас взять и Lexus 430GH Чтобы прокатиться, да? Чтобы понять, что машина так же ездит на электротяге Когда нет необходимости, тогда включается двигатель И он заряжает То есть чем эта машина хороша? В отличие от электромобилей На Toyota Prius, так же, как и на всех гибридах Ты можешь ездить очень-очень долго Очень-очень долго Очень-очень долго Сейчас я расскажу, сколько По бензинчику она кушает Ну, пока электротяга и работает Да, мы едем на электромобиле Естественно Как только что-то возникло Или мы ускоряемся быстрее Быстро или еще А что-то включается электричество Расход топлива 6 литров на 100 километров Это по городу По трассе эта машина будет есть 3,5 г Вот Теперь вариант другой Вариант другой Для тех, кто не совсем понимает Что электромобили ездят И вообще с ним проблем нету Здесь новый электромобиль Новый электромобиль Вот видите Вокруг меня проезжают товарищи на... Это вообще смех Я сейчас ржать буду не по-детски Они ездят на... В чем? На мотоциклах Используют двигатель внутреннего сгорания Опять же Сейчас нормальные мотоциклы используют Электродвигатель Скорость перемещения 150 километров Я не думаю, что вы бы смогли больше проехать Потому что это очень сложно Уж поверьте мне 150 километров на вот этот квадратик проехать Там и позвоночник начинает отваливаться И вообще, честно говоря, отдохнуть охота Едем на этой машине Ну супер машина Ну супер машина Я смотрю Передо мной замечательный циферблат приборов Я еду на электромобильчике Никакой проблемы сейчас нет Еду Еду спокойно Просто Не уникамениваюсь Я знаю, что это круто Если бы сюда еще поставить Газовый баллончик Вот туда, назад То это было бы вообще сногсшибательно Представляете? Вы едете по городу 6 литров Ему абсолютно фиолетово Что он ест? Или бензин, или газ Потому что он заряжает ваш аккумулятор Нормальное явление? Исключительное Вопрос цены и качества Вообще, я бы честно сказал И сейчас я в действительности на этом убеждаюсь Я говорю, что если мы говорим про японские автомобильчики Сделанные для Японии То это просто шикарно Они работают исключительно И то же самое, что это и для Америки Представляете? Как японцы для себя делают машину Абсолютно мне без разницы Я справа, слева Хоть в багажнике руль находится Мне это удовольствие представляет Вам эту машину демонстрируют Машину в действительности Вы можете себе купить Почему нет? Я покажу телефончик Позвоните Цена вопроса не сильно большая 300 тысяч рублей Там плюс минут Там договоритесь Да Пока я себе такую штуку не могу купить Но я сейчас думаю о следующем Дело в чем заключается? Рядом с нами живет замечательный Китай В принципе Япония тоже рядом с нами находится До Китая там проехать недалече До Японии переплыть Грубо говоря совсем недалече Все эти машины являются электромобилями И это электромобили будущего В Китае они уже работают Япония также работает Все машины Все машины уже есть на электротяге Просто на электротяге Но если вы хотите подольше То есть это вот Preuse Замечательный автомобиль Причем Но места и спереди И сзади И вообще достаточно Что касаемо современных японцев Я просто сейчас объясню То есть я смотрю Едет небольшой японец Такой небольшой японец Только размеры салона у него Почему-то больше Чем у кукурузера Да И там И честно говоря Даже Тот же рам Отдыхает Потому что он большой Понимаете? Я не говорю Что японцы мелкие Нет Абсолютно не мелкие Вы посмотрите Как они Состязаются В борьбе своей Знаете? Борьба Где там Японцы По 180 кг Они спокойно Есть в этих машинах Никаких проблем нет Вот Теперь Что касаемо Электромобилей Вообще То есть Электромобили Исключительные Говорят Что здесь Проблемы с аккумуляторами 15 лет Никаких проблем Мы сейчас едем на электротяге Никаких проблем Машине не существует Если мы говорим Про электромобили Как они будут топиться Ну я сейчас объясняю Поскольку я являюсь Авиамоделистом Я летаю Естественно На электротяге Сейчас объясню Далее В любом месте Стоит Замечательный Регулятор хода Так вот Этот регулятор хода Греется Мама не горит Поставьте к нему Небольшой вентилятор И машина С Малых оборотов Как только Все начинает Прогреваться Вас Греет То есть Вы берете Электромобиль Тупо Просто Электромобиль Заводите его Зимой Начинаете Движение Просто Начинаете Движение И получаете Удовольствие От того Что машинка Уже теплая То есть Вам не надо 20 минут Пока она Прогреется А я не могу Я не могу Тем более Вот эта машина Чем эта машина Еще более Хороша Она останавливается На светофоре Ничего не кушает К слову Как вы Молодые Мои товарищи Которые Ездят На бензинчике Вот так Вот Теперь Замечательный Вопрос Допустим Мы говорим Сколько машина Может пробежать А 150 километров Любая машина Это нет Это может ехать Бесконечно долго Потому что туда сюда Переключаете С горы спускаетесь Там Отдыхает Что заезжает Вообще Супер машина Если честно Вот Так же То есть Я по городу Не могу проехать Больше 50 километров Пункт номер один Вот эти 50 километров Я пытаюсь Пообщаться С четырьмя людьми Из которых 90% случаев Все вот эти Лицемеры Мне говорят Что турки Лицемеры Нет Это мы лицемеры Господа Больше ни в коем случае То есть Мне хватит 150 километров На три дня На три дня В остальном Когда машина останавливается Я просто могу И зарядить Никаких проблем нет Да и вы тоже самое Поехали на работу Прицепитесь Спокойненько Если кто-то Может вам это дело Сказать Да давайте Я счетчик поставлю Щелкнули Посмотрели Скорость зарядки Электромобилей На 150 километров Это 100 рублей Всего Алло Даже может быть И дешевле Я не знаю То есть Господа Рано или поздно Он пересядет И чем раньше Магнитогорцы пересядут И чем раньше Кто-то мне даст деньги И чем раньше Я куплю Ниссан Лиф Другого варианта Нету Потому что Тойота И Тойота есть тоже Надо просто посмотреть То есть Ну сейчас Ниссан Лиф дешево Потому что За электромобиль Вы ничего не платите Просто берете И его и без всякой Таможни привозите Вот она прелесть-то Какая Понимаете Берите себе Электротягу И показывайте Что вы гораздо умнее Тех кто ездит На бензине На году Магнитогорцы Магнитогорцы Субтитры подогнал «Симон»